Всем привет! С вами команда Florarium Plants. Мы находимся в нашей новой теплице, которую мы арендуем для размножения растений. Которой мы думали, что мы очень много всего размножим, но что-то так вышло, что мы уже все место заняли. Поэтому небольшой обзор, чтобы вы были более-менее в курсе, что у нас есть, и, может быть, вам что-то заинтересует. Ну, во-первых, так получилось, что мы теперь еще и немножко комнатными занимаемся. Тоже все свое разведение. Это не Голландия. Всякие стендапсусы, эпипремумы, сумасшедшие традисканцы, заберите ее, пожалуйста. Вот. Здесь филадендроны, сингониумы, куча просто без Рео, которых уже тоже жалко. Маранты в хорошем состоянии. Все это как бы не выложено на сайте, на самом деле. Частично выложено, частично нет. Поэтому, если вдруг что-то интересно, вы просто пишите нам в соцсетях, на WhatsApp, мы обязательно вам все расскажем, более подробно покажем. Вот, к примеру, филадендроны. Я, к несчастью, еще все их названия не знаю, поскольку это не наш профиль. И просто сложились летом обстоятельства так, что растения было жалко выкидывать. Пришлось взять и начать их размножать. Вот. Ну, в общем, вот такие вот. Это, кстати, достаточно медленно растущие. Я пока могу сказать еще, как растет. Сингониумы просто чумовые. Они растут со страшной скоростью. Рекомендую всем. У тех, у кого все дохнет, это растение прям для них. Вот. Маргравии, собственно, здесь у нас пока еще не все доделано, поэтому так показываю. Куча пикты. Очень много пикты. Вот. Здесь уже церапегия готова. Потихонечку подрастает. Пепперомия. Филодендронный бурлимаркс тоже для террариума, кстати, рекомендуем, потому что это классное растение в том плане, что оно объемное, хорошо смотрится, быстро растет. Вообще он очень благодарный. Здесь монстерки. Ну, они, правда, еще в процессе роста, но обычные адансони пока. В магазине еще есть синтепикана. Есть еще какая-то альба у нас уже появилась. Не альба, а адансони варигатная появилась. И еще какая-то корстыняна, по-моему, у нас сейчас в продаже еще есть. Это какой-то дикий имбирь, подаренный нам зоокомом. Если хотите, тоже можно начеренковать. О, это Гошина страсть, которая заняла уже все возможные места. Перейские. Перейские, да. Это кактус, да. Если кто хочет, кстати, в террариумах тоже прекрасно растет. В зимних садах тоже хорошо. Дальше, что здесь еще есть? Фикусов всевозможное количество. Во-первых, солероли. Вдруг кому надо на окно? Мы ее просто жалеем. Она нам не нужна в таком виде. Значит, что здесь? Есть фикусы. Фикус помила минима. Фикус грин сани. Фикус пунктата. Фикус дуболистный пунктата. Вот я смотрю, который другая вариация, другой локалитет с более мохнатым стеблем. Его, кстати, еще в продаже нет, потому что, ну, мы его... Мы медленные, короче. Фикус виш стриколор. Тоже совершенно благодарный сорт. Всякие керли. Вайт сани. Вриегатный. Вот. Здесь вот кустовые бегонии. Вот это название я не знаю. Макулата. Тоже, пожалуйста, она есть в продаже. Пепперомии, санирилы, драгоценки, пелеонии. Ну, в общем, сейчас у нас есть примерно 5 или 6 видов санирил. Справились мы с тремя. В общем, их можно уже приобретать. Пока выставляем по одному горшочку. Их еще не очень много. Альсобию вот все хотели. Вот, пожалуйста, еще подрастает. Пепперомии сортовые. Вот. Ну, драгоценки, понятно, здесь в основном только лудизи, которые мы размножаем. Все остальное так для себя. Кислицы, ребята. Честно говоря, когда мы их заводили, я думала, что мы это так, для побаловаться. Но оказалось, что все хотят кислицы. Вот. Поэтому, пожалуйста, вот вам кислицы. Филеи. Вот это вот сумасшедшая красивая эпистия. Карликовый колеус. Ну, вот там всякие разные пилеи, как вы видите. Так. Это у нас лептинелла, почему покровка. Селегенеллы. Ценаты пока в основном. Я, вон, смотрю, крауса обычная подрастает. Папоротнички. Папоротнички, кстати, здесь себя очень хорошо чувствуют. Гораздо лучше, чем в магазине. И здесь им условия больше подходят. Так. Сейчас мы вернемся. Не упасть бы. Притык получится, да. Так. Тут что-то опять все бояется. Дайте я пройду. Дальше здесь еще вот почву покровки всякие, аквариумные. И что может расти, как Эмерсона, так и Соба Эмерсона. Ну, в основном это у нас Людиобсис в данном случае. Вон, географила я вижу. И резине мы размножили. Сумасшедшая разводня Картал, серафидафора. Но что-то она пока, только я смотрю, начала расти. Дубия совершенно не аккуратная, но тем не менее это дубия. Вон там ваниль на заднем плане. Которая гриегатная. Сейчас я вам, знаете, что покажу. Очень редкое растение. Оно 100% вам нигде не встречается. Называется хлорофитум. Как оказалось, прекрасно растет в фитостенах. Наверное, лучше всех. Поэтому у нас его теперь много. Но мы добираемся потихонечку к самому главному. Потому что мы шли год. Я вам уже очень давно обещала хищников. Была проблема в том, что в нашей теплице, там, где мы разводим растения, им плохо. Потому что у нас везде полив сверху идет через опрыскивание. И мы уже ничего не можем поменять. Потому что там другие растения, которым это необходимо. Скорость роста была удручающая. Ну и, соответственно, листья из-за этого портились. Вот, наконец-то, ребята, выделили нам уголок. И здесь вот будут расти хищники. И, собственно, это уже собственное разведение. Все выращено из семян. Здесь у нас есть бенаты. Достаточно в большом уже количестве. Им не очень хватает пока света. Поэтому они не красненькие. Но ничего, мы с этим справимся. Здесь капские россиянки. Тоже уже готовые к продаже. Немножко пигмеев, но пока их нет. У трикулярии мы насажали, как и обещали. Они растут, но еще тоже пока нет. И этот, самое главное, еще мы размножали жирянок. Тоже все не поставим. Надеюсь, что к весне, к сеннему-осеннему архидеуму мы все это вам принесем. Ребята, это только малая часть нашего ассортимента. Я на прошлой неделе смотрела. Сейчас у нас примерно 1300 товаров. Ну, понятно, что они не все в наличии. Не понятно, что это не все растения. Я просто к чему. Очень много позиций. Я не успеваю все это вносить. Поэтому, если вдруг вы ищете какую-то редкость, можно сначала у нас спросить, вдруг у нас это есть. А вы об этом не знаете. Сейчас мы пойдем собирать товар в магазин. Всем до новых встреч. Всем пока.